Итак, в нашей студии уже разместился гость Герман Стагниев, разработчик стартапа CoinDrive. Это такое приложение, которое очень тесно связано с миром криптовалют. Сейчас это мейнстрим, сейчас все говорят, мне кажется, что даже вот таксисты рассказывают какие-то истории, связанные с биткоинами. Итак, доброе утро. Доброе. Да, давайте посвятим наших телезрителей, вот начнем издалека. Что такое криптовалюты, зачем они нужны, для чего их придумали? Ну, фактически криптовалюта, если говорить очень-очень просто, это защищенный код, передача которого подтверждается в сети блокчейн. Что такое сеть блокчейн? Самый легкий, но непонятный ответ на вопрос – это сеть блоков. Это полная правда, абсолютно. Но если говорить проще, чтобы было всем понятно, то лучше представить бухгалтерскую книгу. То есть это распределенно бухгалтерская книга, когда, например, есть несколько бухгалтеров, у них есть одна книга, у каждого свой экземпляр, но она абсолютно идентична с остальными. И все предыдущие записи есть у каждого. И когда происходит какая-то новая запись в эту книгу, она проверяется, были ли предыдущие записи у этого участника. И все участники этой сети, у которых есть эти книги, проверяют, насколько ту часть, которую предоставил человек, который пытается туда что-то записать, она соответствует их книгам. И когда эта проверка происходит, считается, что средства переданы. Ну, произошла транзакция. Сейчас в криптовалют огромное множество, их около тысячи, но самые активные из них – это биткоин и так называемый эфир. Да, этериум. Этериум. И, в общем, к криптовалюте сейчас потихонечку начинает привязывать коммерческую деятельность. Уже существуют и различные биржи, на которых продают эти биткоины, покупают их, меняют и так далее, и даже инвестируют в различные проекты. Вы же создали проект для инвестирования виртуальных игровых активов под названием CoinDrive. Что такое инвестирование виртуальных игровых активов и как этот проект будет связан с криптовалютой? Во-первых, связан он будет тем, что криптовалюта является внутренней валютой проекта. То есть у нас будет своя внутренняя валюта. Это будет криптовалюта, на основе которой будут проходить взаиморасчеты. Во-вторых, мы помогаем в том числе и криптотрейдерам, то есть это одни из участников процесса. Мы помогаем им найти дополнительные варианты инвестиций, дополнительные варианты привлечения средств. Потому что сейчас криптотрейдинг на подъеме из-за того, что растут цены на основные криптовалюты и на маленькие в том числе. Все цены на них нестабильны, на эти валюты, они довольно волатильны. И есть очень большие вариации по покупке, продаже различных валют и получению от этого выгоди. То есть как продажа акций на обычной бирже, только с еще большими вариациями. Давайте простым языком для наших телезрителей объясним принцип работы вашего стартапа. Насколько я понял, да, вот из ваших слов, мы общались вне эфира, значит, очень много геймеров, да, которые, как бы, игры для них — это не только развлечение, а еще и средства для заработка, да, и в том числе для показания, скажем так, демонстрации своей крутизны, да. Вот эти геймеры, они что делают? Они часто или каким-то образом внутри игры получают, или приобретают какие-то уникальные внутриигровые активы. То есть это могут быть какие-то цветовые схемы на оружие, например. То есть это очень популярная вещь сейчас в некоторых играх, это уникальные цветовые схемы. То есть стоимость, например, какого-то уникального, предположим, на жаз уникальной цветовой схемы может быть спокойно доходить до пару тысяч долларов. Вот так вот. Может даже больше. Ничего себе. Тоже самый пример — это танки, да, многие играют в популярную игру, там тоже вот покупают какие-то редкие экземпляры модификации вот этих вот танков, да, там модернизируют. Они тоже стоят каких-то определенных денег. Хорошо. Что может сделать геймер вот с этим своим уникальным экспонатом? Он может его продать или что? Только продать. То есть только продать и показать в игре, насколько он крут. То есть это всего два варианта, что есть сейчас. Мы предлагаем третий вариант. Так как у вас есть актив, актив, который стоит определенную сумму, и в больших масштабах, в масштабах рынка это очень большая сумма, это до 10 миллиардов начинает доходить уже, то мы предлагаем инвестировать это. Мы предлагаем, чтобы мы оценили этот актив, сумму оценки мы предоставили, например, трейдеру или какому-то проекту под инвестиции. При этом сам геймер выбирает, куда он будет вкладывать эти деньги, и фактически его актив, находясь у него, будет ему зарабатывать деньги. То есть это такой, как положить свой виртуальный нож с уникальной окраской на депозит. И получать с него какие-то еще и деньги. Да. Хорошо, скажите, а вот эти вот деньги, которые можно будет в перспективе зарабатывать, как-то все-таки можно будет снять там с личного счета, как-то их развиртуализировать, скажем так? Да, развиртуализировать будет можно, но это будет делаться через вывод, через другие криптовалюты. То есть к нам подключена будет биржа, где нашу криптовалюту можно будет обменять на другую криптовалюту и в конечном итоге вывести, потому что все-таки биткоины – это та криптовалюта, которая наиболее, можно сказать, вводима. Сейчас, потому что она наиболее популярна. На каком этапе сейчас находится ваш проект? Он уже реализован до конца, или вы еще все-таки нуждаетесь в каком-то дополнительном спонсировании и инвестициях? Мы нуждаемся в инвестициях, именно для этого мы запускаем ICO. Проект сейчас находится в стадии бета-тестирования, но нам нужно увеличить количество сервисов, которые мы хотим подключить, чтобы увеличить количество пользователей, ну и повысить узнаваемость проекта. Поэтому нам нужно привлечь инвестиции, которые мы собираемся привлечь через ICO. В двух словах ICO – это что? В двух словах ICO – это вариант инвестирования, это аналог сбора средств краудфандинга только через криптовалюты, когда компания выпускает свою криптовалюту собственную, и эту криптовалюту покупают люди, тем самым инвестируя. То есть это как выход на биржу, только внутри крипто-среды. Скажите, то есть вот сейчас вы будете участвовать в этом ICO, это, я так понимаю, что будет запускаться проект по всему миру, правильно? Или как это будет происходить? Или вы едете в США, участвуете в какой-то конференции, в каком-то стартап-баттле, или как это называется? Нет, ICO – это на самом-то деле абсолютно виртуальная вещь. То есть есть специальные сайты для комьюнити, есть форумы, есть наши социальные сети, где есть вся информация. Есть криптоинвесторы, которые специально специализируются на ICO, которые специально вкладывают имена в ICO. Есть также люди из этой среды, которым это интересно. И мы объявляем это ICO, публикуем это на специальных площадках, публикуем в социальных сетях об этом информацию, и они начинают к определенному сроку инвестировать. Сколько денег вам необходимо для того, чтобы проект реализовался? У нас, получается, есть вилка, которую мы анонсировали, это 5-10 миллионов у нас было. Долларов? Долларов. Сейчас, секундочку, я эту информацию переворю. Но это достаточно большая сумма, однако мне кажется, что в мире IT, ну вообще в мире таких вот технологий и криптовалют, это все-таки суммы небольшие. Я уверен, что найдется инвестор, который заинтересуется вашим проектом, и он обязательно должен будет выстроить. Есть, кстати, вот какие-то уже пробные продажи, пробные вот такие вот торги, вот игрой с этими ценными вещами геймерскими? Я же говорю, было тестировано, и сейчас проходит тестирование, мы его пока не раскроем, то есть это закрытое альфа-тестирование. Нам нужно, главное, протестировать это все интеграции, чтобы это было безопасно максимально, максимально просто, и чтобы это было удобно для всех пользователей. Ну и в двух словах, вот, подводить итог нашего с вами разговора, в двух словах о криптовалютах. За этим будущее, я так понимаю, да? Я бы сказал, за этим будущее, и будущее больше не за криптовалютах, а за самой технологией блокчейн. То есть нужно более тщательно, более детально уделять этому внимание, да, и изучать этот вопрос, для того, чтобы в дальнейшем можно было как-то развиваться в этом направлении, правда? Очень прибыльное, кстати, направление. Друзья, рекомендую более подробно изучить его. Возможно, вы найдете себя в мире криптовалют, а возможно, даже сможете создать свой собственный проект. Мы же говорим огромное спасибо нашему гостю, Герману Стагниеву, разработчику стартапа CoinDrive. Это наш украинский стартап, кстати, совместный с и другими разработчиками, которые находятся в других странах, поэтому такой международный проект. Желаю успехов в продвижении, чтобы побыстрее нашелся ваш инвестор, вот, и все у вас обязательно получилось. Всего доброго. Мы же, друзья, утром субом продолжаем, но продолжим его сразу же после рекламной паузы, поэтому не переключайтесь.